Образовательные услуги это бизнес неплохой. Я всю жизнь в образовании. Семья, она же меня и вдохновила. Я всегда думала, что я никогда в жизни не буду учителем. У меня эта вешалка со всеми шикарными шубами падает. Я всю жизнь в образовании. То в автошколе, то в дошкольном образовании, то в школьном образовании, в институте. Где-то я занималась преподаванием, где-то воспитанием. В институте я занималась лицензированием. Образовательные услуги это бизнес неплохой. Потому что тем более законодательно мы обязаны каждый работодатель, своего сотрудника обучить. Семья, она же меня и вдохновила. То есть идея открыть свое дело, в этой идее принимали участие, в первую очередь, супруг, который сказал, ты сможешь, у тебя получится. Понятное дело, несмотря на все это решение было принято мною все равно, но они участвовали в этой идее. И когда уже все, машина, как говорится, завелась, то они мне во многом помогли. Я начинала с подругой, с коллегой. То есть мы обе работали на прошлом месте работы, а на данный момент она заместитель мой. Но она ушла в декрет. Ольга, вы партнеры? Да, с Галиной мы начинали вместе. Но изначально вы подруги? Да. Она вас позвала? Этот вопрос витал у нас с ней уже давно. Как учебный центр, как, что, где. Вопрос стоял, ну так, висел в воздухе, так сказать. И как-то вечером мы с ней собрались, так сказать. И в процессе общения мы приняли решение, что, наверное, уже ждать некуда, что уже пора решаться. День открытия учебного центра. Обещали много людей прийти на открытие и не пришли. Я поняла, что я зря надеялась на легкость. Но я уже шагнула, я уже проявила смелость. И за мной Родина, назад дороги нет. Вот, соответственно, я еще не знала, что меня ждет. А вот когда уже пошел наплыв и пришли первые 40 человек одновременно ко мне на обучение. Это зима. Да, мы пришли в шубах. Это были директора и заведующие школы детских садов. То есть, представляете, какие люди. Вот, когда, наконец-то, все сели, рассели. Ну, то есть, такой ажиотаж, все. И начали первые вступительные слова преподавателя. Лекцию читала не я. У меня эта вешалка со всеми шикарными шубами падает. Ну, где-то в глубине души я готовилась. И поэтому, когда объявили, это была пятница, как сейчас, помню. Я уже четко девочек могла проинструктировать, как мы действуем. То есть, мы развезли технику, развезли все. Я им сказала, я видела панику у них. Я понимала, что мне вот в данный момент, мне вообще нельзя никаким образом показать, что в панике я. Сказала, что резерв есть, мы продержимся, зарплаты платить будем. Согласна была на то, что я говорю, я не хочу оставлять тебя. То есть, оставлять бизнес, я хочу помочь. Я согласна за бесплатно работать, но главное вытянуть это все. Три месяца, пока мы сидели на удаленке, зарплаты выплачены были в срок и оклады были полностью выплачены. Я считаю, что для успешного настоящего предпринимателя такие встряски нужны. Я называю их перезагрузками. Они мотивируют, потому что нам уже три с половиной года. И можно сказать, что уже мы достигли того результата, что все нас знают, знают, куда обратиться. И заявки идут сами по себе, система работает. А здесь резко раз и тишина. Здесь родилась идея, то есть, открыть что-то типа общественное приемное. То есть, любой молодой специалист или тот же работодатель, который столкнулся с новым каким-то производством или с новой ситуацией, или вот как сейчас эпидемия, карантин, ковид, и нужны какие-то новые документы, справки, консультации. Пожалуйста, хочу. Мне это интересно, мне это нравится. И еще у нас есть такая идея. Мы хотим сделать такую платформу для взаимодействия. Это тоже сподвиг карантин, потому что ко мне стали обращаться. А где закупить пожарное оборудование, а где купить журналы удостоверения, а кто быстро из типографии напечатает, а кто проводит медосмотр, а где средства индивидуальной защиты. И мы решили сделать такую бесплатную платформу, где мы с разрешения каждой организации выложим их справку, карточку предприятия и вкратце о них. То есть, вот такой портал планируем сделать. Вы хотите делать такую коллаборацию щелковских предпринимателей? Да. Прекрасно. И зачем ехать за услугами в другой город, если у нас шикарный город, насыщенный различными предприятиями? Личные отношения работы разные. Мы можем хорошо отдохнуть все вместе, но на следующий день директор – это директор. Интересно общаться с людьми. Люди у нас все разные. Приходят от рабочих профессий до директоров. То есть, и каждому свой подход нужно найти, потому что у каждого свой характер. И с людьми, в принципе, всегда тяжело работать. Но мы стараемся. У нас в государстве такое налогообложение, такие правила ведения бизнес-игры, то ты изначально должен понимать, что если к тебе пришли 100 тысяч, то ты прям вот сразу должен видеть другую цифру. И это ошибка многих бизнесменов, я таких знаю, которые в последний момент, особенно перед зарплатами, у них пенсионный фонд или налоговая с счетов забирают деньги. Они начинают жаловаться, вот я там, ну, ребят, значит, вы неграмотно распределяете средства. Я занимаюсь любимым делом. Я готова делиться знаниями. Я сама постоянно учусь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова